Сегодня говорим про ценность биткоина, чем он обеспечен, почему он столько стоит, в чем его ценность. И сейчас будет с одной стороны легкий, а с другой стороны все-таки достаточно тяжелый и сложный пример. Рассмотрим вот эти бумажки. Вот мы к ним все привыкли, да, и у нас, ну это гривны, да, ну в принципе, для примера подходит любая фиатная валюта, но в данном случае это будет гривны. А могут быть рубли или доллары. Вот мы все привыкли к этим бумажкам и таких вопросов, как к биткоину, не задаем, а чем они обеспечены, кто гарантирует их стоимость, а в чем их ценность. А по большому счету, а действительно, чем они обеспечены. То есть вот сегодня 300 гривен это примерно 11 долларов, а завтра это также будет 11 долларов, а через месяц. Я просто помню, что было такое, просыпаешься, доллар вчера стоил 4 гривны, да, а сегодня уже 8. Помню, было такое, что просыпаешься, вчера доллар стоил 8 гривен, а сегодня уже 28. И что, получается, ничем они не обеспечены. Да, ну мы просто привыкли, что вот они есть и вопросов к ним, таких не задаем. А по большому счету, а в чем их ценность? А ценность их, по большому счету, в том, что мы так договорились. Такой внегласный договор, что мы получим у них зарплату и что можно будет прийти и за эти бумажки в магазине получить какой-то товар. Но сейчас и за биткоин так можно сделать. И биткоин выгодно отличается от этих бумажек. И сейчас мы рассмотрим чем. Ты знаешь, сколько сейчас в обороте этих штук? Ну, в принципе, можно посмотреть, да, там какие-то отчеты казначейства должны быть. И, окей, сколько в обороте можно узнать? А сколько их будет выпущено завтра, послезавтра, через месяц, через год? А их эмиссия прямо влияет на их ценности, на их стоимость. Если вот завтра, послезавтра, через год на рынок будут выкинуты новых миллиард этих бумажек, то ценность этих бумажек упадет вниз на много. Сколько их будет выпущено через месяц? Никто это сказать не может. А вот у биткоина эмиссия строго определена, потому как это запрограммировано. Это программный код. И ты можешь посмотреть, сколько их будет выпущено через день, через месяц, через год. И можешь посмотреть это вплоть до 2140 года. Настолько запрограммированный выпуск новых биткоинов. Ты можешь посмотреть, сколько их уже есть. И эта информация действительно правдивая, потому как это просто код. Это открытый код, и ты можешь посмотреть все. Следующее, то есть эта ценность биткоина в том, в отличие от этих бумажек, что ты четко знаешь эмиссию. Вплоть до 2140 года. А сколько будет на рынок выпущено рублей, долларов или гривен через месяц, через день или через год, вообще неизвестно. Следующее, что если твой счет в банке могут заблокировать, ну вот что-то им не понравится, да? Банкиром. То с биткоином такое не пройдет. Потому как там нет третьего лица. Там нет какого-то надсмотрщика, который может заблокировать твой кошелек. Или заблокировать какой-то перевод. То есть из любой точки мира, в любую другую точку мира можно переводить любые суммы в биткоинах. И никто тебе не задаст вопросов, где ты эти деньги взял. Никто не сможет заблокировать эту транзакцию. Никто не сможет заблокировать твой счет. И комиссия на перевод ничтожно мала. Можно миллиард долларов перевести с комиссией в доллар. В один доллар. Или тысячу долларов перевести с комиссией в один доллар. Если ты то же самое сделаешь с помощью обычной финансовой системы, то комиссия будет намного, намного и намного больше. То есть вторая ценность биткоина в том, что там нет третьих лиц. Нет какого-то надсмотрщика. Нет того, кто может заблокировать твой счет или твою транзакцию. И еще одна из таких положительных вещей биткоина. Это кажется, что с одной стороны он анонимный, да? А с другой стороны там все открыто. Вот в сети есть там миллионы адресов, миллионы кошельков. И ты можешь посмотреть баланс на каждом из этих кошельков. Можешь посмотреть всю историю транзакции этого кошелька. Кто туда пересылал. С какого кошелька туда были пересланы деньги. На какие кошельки с этого кошелька были отосланы биткоины. Всю транзакцию, всю историю от момента создания этого кошелька можно отследить. Но другой вопрос. Вот где в этих миллионах адресов, например, мой кошелек? Понимаешь в чем дело? Вот их есть миллион. Какой из них мой? Или какой из них твой, если ты сегодня его создашь? Кто будет знать, что вот этот кошелек принадлежит вот этому человеку? Конечно, если иметь большие возможности, то это можно все отследить. Но достаточно сложно. То есть, это открытость. Нет такой штуки, знаешь, что я тебе перевел деньги, как придут мои книги. Незачем. Ты можешь сам посмотреть, пришли или не пришли. Понимаешь в чем дело? И еще одна из ценностей биткоина, это в самой технологии блокчейн. На данный момент в этой сети биткоин это и финансовая система, и сама денежная единица. Вот на данный момент в этой финансовой системе 860 миллиардов долларов в биткоинах. То есть, это капитализация биткоина, 860 миллиардов долларов. То есть, на днях капитализация биткоина превысила капитализацию рубля. И в два раза превысила капитализацию крупнейшего банка Америки. То есть, за 10 лет существования биткоина еще никто не смог взломать эту финансовую систему. То есть, там 860 миллиардов долларов, и никто не смог оттуда ни цента достать. Каким-то хитрым хакерским способом. Да, взламывались биржи, взламывались отдельные кошельки отдельных пользователей, но это не проблема биткоина. То есть, если ты потерял карточку, на ней был написан твой пин-код, и из своей карточки сняли деньги, это не банк плохой. Это ты плохо со своими средствами обращайся, что ты пин-код написал на карточке. Вот то же самое примерно и с кошельками пользователей. То есть, да, взламывали кошельки пользователей, взламывали биржи, но саму финансовую систему под названием биткоин никто еще не смог взломать. То есть, о чем это говорит? Что это очень-очень и очень надежный способ хранения информации. По сути, биткоин это же информация, да? Это информация, сколько на этом кошельке содержится денег, сколько он перевел с этого кошелька на этот кошелек. Просто информация. Сколько там или там находится биткоинов. И за 10, более чем за 10 лет, вот с таким огромной капитализацией, оттуда не смогли достать ни цента. То есть, не смогли что-то там изменить в этой финансовой системе. Какую-то информацию где-то подделать, что-то где-то удалить. Переписать цифры единички-нолики из одного кошелька на другой кошелек. Никому это не удалось. Это говорит о надежности этой финансовой системы. Вот в чем его ценность. Понятная эмиссия, сколько будет выпущено биткоинов вплоть до 2140 года. Прозрачность. Ты можешь в любой момент посмотреть, сколько биткоинов на твоем кошельке. Ты можешь в любой момент посмотреть, куда ты их отослал. Отследить, дошли они или не дошли. Никто не может запретить тебе транзакцию. Никто не может заблокировать твой счет. В отличие от нам привычных банковских систем. Вот в этом ценность биткоина. А еще раз, а в чем ценность вот этих штук? Просто в том, что мы договорились, что за них можно что-то купить. Но никто не гарантирует, что завтра вот за 100 гривен, как сегодня я могу на них купить там, например, 5 килограмм яблок, да? Что завтра я на них тоже смогу купить 5 килограмм яблок. Никто это не гарантирует. Ничего не стоит за этой бумажкой. Ничем они не обеспечены. Если бы они были чем-то обеспечены, то не было бы такого, что сегодня доллар по 4, а завтра по 8. Что сегодня доллар по 8, а завтра по 28 гривен. И еще очень большой вопрос, а что на самом деле, больший риск в чем? Вот в этих бумажках или в биткоине? Потому как в эти бумажки мы верим, мы привыкли к ним. Но они ничем не обеспечены, эмиссия непонятна. И как захочет кто-то там, так сказать, возле печатного станка, нажмет кнопочку и напечатается. А вот с биткоином все понятно и прозрачно. Как он работает, какая эмиссия. И что там к чему? Как формируется цена, да так же, как и на гривну или на доллар. И есть спрос, цена растет. Нет спроса, цена падает. Все достаточно легко. Если еще появились какие-то вопросы, а они скорее всего появились, напиши в комментариях. Понравилось видео? Ну ты знаешь, что делать, поставь лайк. Не понравилось? Ну ставь дизлайк, что уж там. Есть еще другие мои видео. Подписывайся на канал, смотри. Все достаточно просто. И еще за подписку на этот канал ты можешь получить криптовалюту. Подробности будет в следующем видео, вот там по ссылочке снизу. Если там ссылочки еще нет, ну подпишись, там она появится скоро. До новых встреч, увидимся.